Сегодня в выпуске. Встреча губернатора с руководством теплоэнергетической компании «Квадро». Отчетное собрание городских молодежных объединений. Минифутбол в Десногорске. Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с генеральным директором ОАО «Квадро» Владленом Александровичем. Во встрече также приняли участие первый заместитель губернатора Михаил Питкевич, первый заместитель губернатора Александр Медведев, директор по рынкам тепловой энергии ОАО «Квадро» Олег Малахов и генеральный директор ООО «Смоленская теплосетевая компания» Андрей Кулаев. Стороны предметно обсудили актуальный вопрос системной надёжности теплоснабжения потребителей ОАО «Квадро». Особое внимание было уделено причинам аварии на магистральном трубопроводе, произошедшей в рождественские праздники. Для жителей области вот эти все юридические составляющие совершенно непонятны. Они, с одной стороны, обоснованы, предъявляя претензии областной власти, городской власти, не понимая, что нашей вины здесь абсолютно никакой нет. Мы, и только мы, областная власть, совместно с городской властью помогли ликвидировать всё это, что должна была делать сама «Квадро». Но мы понимаем, что у «Квадро» нет ни людей, ни техники, ничего нет для того, чтобы выйти на место аварии и всё это устранять. Мы это сделали за вас. Но даже слов благодарности пока уже месяц прошёл, не услышали. Хочу принести извинения перед жителями Смоленска, что мы это допустили. Мы постараемся впредь системных аварий не допускать. Попытаемся доказать это в нашей работе. По поводу взаимодействия, спасибо огромное властям города и властным правительствам, что вы нам помогли. На самом деле техники у нас не хватает. И плечо ваше, которое вы нам подставили с муниципальной властью, не дало этой аварии везли дальше. Участники встречи выразили уверенность в перспективах взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества в рамках совместного решения поставленных задач в интересах смолян. В ближайшее время компания планирует совместно с региональными органами власти сформировать программу стратегического развития системы теплоснабжения Смоленска и Смоленской области. 30 января в актовом зале молодежного центра состоялось ежегодное отчетное собрание. Стало традицией ежегодно собираться в этом зале для подведения итогов реализации молодежной политики и обозначения перспектив развития. В центре собрались руководители и представители общественных объединений и организации, руководители молодежных советов предприятий города, администрация Десногорска, сотрудники молодежного центра, СМИ, а также те, кто неравнодушен к проблемам десногорской молодежи. Взаимодействие с молодежью у нас звучит не только отдельно наименование нашего комитета, но и, как вы слышали, это целая государственная политика проведения работы с молодежью. И те направления деятельности, в которых наша активная молодежь задействована, достаточно широки. Отдельно хотелось бы отметить несомненную пользу от того, что во всех этих мероприятиях наша молодежь общается со старшим поколением, будь то вопросы, опять же, патриотического воспитания или иного взаимодействия. В этом взаимодействии у нас происходит как передача опыта от умудренного старшего поколения, так и внесение новых свежих направлений, свежей струи от активной и инициативной молодежи нашего города. В этот вечер были подведены итоги реализации молодежной политики в 2014 году и выделены приоритетные направления деятельности. Всего за прошедший год проведено 117 молодежных мероприятий по различным направлениям, благодаря финансовой и организационной поддержке, которую оказали депутаты Смоленской областной думы и Городского совета. Вторым вопросом повестки дня собрания стал вопрос взаимодействия общественных объединений с молодежным центром. В нашем городе 42 общественных объединения и клубных формирований, в которых занимаются более 3000 молодых людей. По давно сложившейся традиции, в этот торжественный вечер самые активные представители молодежных движений были отмечены благодарственными письмами от Молодежного центра и Десногорского городского совета. Грамотами Комитета по культуре и молодежной политике в завершении собрания были подписаны договоры о сотрудничестве в плане совместной работы между Комитетом по культуре и молодежной политике и общественными объединениями. В Десногорске проходит чемпионат города по мини-футболу. За звание чемпиона борются 14 команд из Десногорска и Рославля – молодежь и ветераны. Уже прошло 8 туров, впереди еще 5. Игры проходят по воскресеньям в спортивном зале «Фок Десна» с 11 до 18 часов. А в субботу 31 января здесь же состоялись соревнования по мини-футболу среди ветеранов на кубок главы администрации муниципального образования города Десногорск Смоленской области. Приняли участие команды из Десногорска, Рославля, Сафонова и Гагарина. Победили десногорские спортсмены. От души поздравляем! На втором месте гости из Гагарина, на третьем – команда ветеранов Рославля. Рославля, Сафонова и Гагарина.